Ты нашел меня, и избавлен я Тобой, спаситель мой. Побежден мой страх, и повержен враг. Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу говорить об интересной и тяжелой теме. Да, она у нас в Галатах 4 глава встречается. И мы видим, здесь идет объяснение Павла, почему для нас новый завет важен. Новый завет, который принес Иисус Христос по обетованию Божьему. Потому что Бог через всю Библию говорил, что придет Сын мой. Он понесет на себе грехи мира, да. И очень много таких мест в Библии, действительно, почитайте. Но Он пришел, и Он принес спасение всему человечеству. Не только евреям. Всем, 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 которые признают, что Он Иисус Христос. Его Бог послал на землю, чтобы Он взял грех мира всего на себя. Раньше надо было жертвовать овечку, надо было жертвовать вола. Какой грех был. И от этого зависело, как много мне надо жертвовать для Бога, чтобы Он меня простил. А теперь Иисус Христос пришел. Сам Сын Бога умирает за грех всего мира. В это надо поверить. Это Новый Завет. Если мы говорим, Иисус Христос, ты принял и мой грех на себя, значит, мы верим Ему. Это надо не только произнести губами, но поверить сердцем, что Он за меня умеет. Тогда появляется любовь к Нему, потому что Ему было это очень трудно. Оставить небо, прийти на землю, понести весь грех этого мира. Это было очень, очень трудно. Но Он понес его для меня и для тебя. Если я верю, говорю, войди в мое сердце, омой меня своей кровью, принимай его. Мы дети Нового Завета, мы дети по вере, мы дети обетования, мы дети свободные от того закона, да, от того закона, который был в Ветхом Завете. Мы подчиняемся тому, что Христос от нас хочет, и мы называемся христиане. Для этого Павел приводит историю, интересную историю про Агарь и про Сару, и про их детей, Исмаила и Исаака, вот, которые есть в Ветхом Завете. Но история такова, я коротко расскажу. Бог сказал Аврааму, у тебя родится сын, и от него будет множество детей, столько, сколько звезд на небе. Жена старенькая, ну, совсем старенькая уже, ну, как ей родить? Он тоже, и все это, трудно поверить, но Авраам поверил. Трудно было жене, и она тогда говорит ему, вот у меня молодая жена, молодая рабыня Агарь, я дам тебе ее, и пусть родится ребенок, он будет как мой, я тоже буду его держать на моих коленях. И вот так вот, да, так и случилось, действительно, появился сын Измаил от Агарь, и он рос, и рос таким живым мальчиком, все было хорошо. Но Бог-то сказал, будет сын от Сары, и, наконец, и от Сары родился сын, потому что Бог пообещал. Ему было все равно, так сказать, какая Сара старенькая или какая. Он дал ребенка, потому что он сказал, что для меня нет ничего невозможного. Сара родила Исаака по обетованию. Бог так пообещал. Сына от свободное. И вот теперь начинается конфликт между двумя женщинами, между детьми, да, и потом говорит Бог Аврааму, изгони рабыню с ее сыном. Да, мне было так жалко, когда я читал, это все жалко было Агарь, и все это, как-то больно было читать. Но когда я сегодня, так сказать, все это вижу, и сравниваю с Новым Заветом, то, что я сейчас прочитаю, и то, что все же у Агарь с Измаилом тоже все получилось, и он стал, так сказать, отцом многих народов, так сказать, я вижу, что это был Божий промысел. Я прочитаю послание Галатам, 4 глава, 21 по 31 стих. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот должен рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованиям. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен. Он мать всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни, возгласи, не мучившись о родами, потому что оставлено гораздо больше детей, нежели у имеющих мужа. Мы, братья, дети по обетованию, по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного под духу, так и ныне. Что же говорит Писание? И сгони рабу, и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. И так, братья, мы дети не рабы, но свободны. Длинный текст, но очень конкретно, очень сильно нам объясняет апостол Павел. Мы дети свободны. Мы свободны во Христе. Нам важно исполнить Его волю. И вот Он сегодня между нами. Если мы на собрании, сказано, двое, трое, в мое имя, я между вас. Он сказал, Христос, в вас упование славы. Он может в нас жить. Он своим святым духом. Мы можем говорить Отцу, Ава, Отче, мой дорогой папочка, мы любим Отца, потому что Христос здесь, Он в нас. Через Духа Своего, Святого, Он нас научает, как поступать, как жить. Он нам напоминает слова Писания. Да, мы читаем Писание, но мы и живем по новому завету, по любви. Потому что Бог нас сделал свободными. Нам не надо больше какие-то моменты закона, обрезанные мы, не обрезанные. Празднуем мы праздники или не празднуем. Это не важно. Важно, что мы приняли Иисуса Христа в наше сердце. И что мы с Ним родились, и мы Его дети. Мы будем вечно жить в вечном вышлем этом Иерусалиме, о котором здесь сказано. Там мы увидим Христа такой, какой Он есть. Слава Ему, слава Ему за это все. Господь любит нас. Аминь. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя.